Анжелика Егоровна, у вас семья, дети, руководящая должность и большая общественная нагрузка. Как вы все это совмещаете? Таких, наверное, как я, много. Женщин, которые выполняют свою основную работу, у них очень большая общественная нагрузка и, конечно же, семья. Когда мы были маленькими в Советском Союзе, в школе нас всегда учили, что самое главное – это общественная работа и всегда помогать старшим, общественно полезный труд. И мы, наверное, те, которые были воспитаны пионерией, комсомолом, у нас осталось в душе, и мы такие. Но мне очень приятно, когда сейчас молодые современные девушки, они говорят, самое главное для нас – это создать семью, родить ребенка. И если мы уже найдем себя в профессии, потом будем заниматься общественной деятельностью, то есть у них уже совершенно другой современный взгляд. Я проходила школу в обучении высшего менеджмента, и там очень хорошо, оказывается, учатся в современном мире, правильно говорят, это тайм-менеджмент, что мы должны уметь распределить своим временем. Я думаю, что это самое главное для современной женщины, для руководителя. Год назад вас избрали председателем Союза женских организаций республики. И примерно, наверное, можно сделать какие-то выводы. Это, конечно, очень ответственно и очень важно, что женщины, 500 делегатов съехались со всех улусов республики, и было такое высокое доверие стать председателем. Конечно же, за год у нас проведена очень большая работа. Мы работаем в основном согласно нашего основного документа, это резолюции 14-го съезда женщин в Якутии, те все глобально актуальные проблемы, которые поднимались на съезде, вошли в резолюцию. И как раз на местах они, наши женсоветы, приняли свой план работы именно по реализации резолюции 14-го съезда женщин в Якутии. В далеком 1925 году собрались женщины, совсем молодые, им было по 18-20 лет, и они провели первый съезд трудящихся женщин в Якутии. И тогда они поднимали такие вопросы, как ликвидировать безграмотность, чтобы женщины могли работать наравне с мужчинами. Вы представляете, прошло всего лишь 92 года, это получается даже не от столетий, да, и какая сегодня современная женщина, если сравнить, какой она была в 1925 году. И самым первым председателем женсовета республики была Татьяна Порфирьевна Дмитриева. Она долгие годы работала, возглавляла туберкулезный диспансер для детей. И она вылечила столько детей. После нее возглавляла женсовет ИССР, секретарь Алексеевна Курчатова, тоже очень уважаемая женщина нашей республики. В этом году мы отметили ее 90-летие, она сейчас в здравии. И она работала в Мирненском районе, в ГОСТ, телерадио. И в последние годы возглавляла Совет ветеранов города Якутска. И в этом году мы также отметили 75-летие нашей уважаемой Светланы Ефимовны Николаевой, которая более 10 лет возглавляла женское движение нашей республики в самые тяжелые годы для страны. Это было перестроечное время. Как раз в конец 90-х, начало 2000-х, она сумела сохранить, объединить всех женщин. Она мне даже рассказывала, был, говорит, у нас парад пустых сковородок. На прилавках, в магазинах ничего не было. И вот мы, женщины, все сплотились. И когда было очень трудно, мы всех объединили и создали как раз уже, как юридическое лицо, Союз женских организаций республики. И учредителями как раз нашего союза является Ассоциация предпринимателей женщин республики, Лига женщин-ученые республики, Комитет солдат и матросов, Родителей солдат и матросов. Это как раз те общественные организации, которые возглавляли женщины, были созданы вот в конце 90-х, и они учредили уже Союз женских организаций республики. Я хочу поблагодарить администрацию Амгинского улуса. Было проведено большое мероприятие, гимназии. Мы установили мемориальную доску памяти Светланы Ефимовны на гимназии. И прошло торжественное собрание, посвященное Светлане Ефимовне Николаевой. И сейчас мы, Союз, объявили конкурс, конкурс-эссе о жизни и деятельности Светланы Ефимовны Николаевой для девушек, молодых девушек-лидеров. И я очень благодарна судьбе, что в 1996 году, когда я еще была студенткой, я пришла в департамент по охране генофондов республики Саха-Якутия. И возглавляла ее Валентина Ивановна Кириллина. Я помню, было совещание, и Валентина Ивановна сказала, ой, что за такая девушка шустрая, подойдите-ка, пожалуйста, я вам дам поручение общественное. И с тех пор, я думаю, что как раз благодаря Валентине Ивановне и женскому движению вообще я состояла как личность. И вот это шло к 14-му съезду женщин в Якутии. По приглашению Валентины Ивановны Кириллины на съезд приехали наши подруги с Федерации монгольских женщин. Ее зовут Эндрич Мэтт. Мы с ними дружим уже более 15 лет. Долегация в составе 4-х человек приехали к нам на съезд. И также приняли участие Валентина Андреевна. Она возглавляет Совет женщин Хабаровского края, является депутатом законодательного собрания. Но они, конечно же, были в приятном шоке, что на таком высоком уровне проводится съезд женщин в нашей республике. А в Монголии как раз за год до нашего съезда проходил большой съезд 90-летия монгольских женщин. И они у нас выступали на секциях, рассказывали, как у них проходит направление их работы. Это женщины в агробизнесе, то есть, которые занимаются сельском хозяйстве, у них очень хорошо развито. Вот в этом направлении они рассказали, что они готовят шерсть вот для женщин. Потом наша делегация уже по их приглашению выехала к ним в Монголию. И буквально осенью прошлого года у нас тоже был проведен автотур наших женщин в Монголию. Они их встречали тоже на очень высоком уровне. Также была проведена экскурсия, и они ходили как раз по предприятиям, которые возглавляют женщины. Именно вот по бизнесу, какие можно сделать совместные проекты. Это была инициатива Женсовета Намского Улуса Галины Андреевны Амосовой. И вот они и выезжали. Скоро состоится большая конференция на уровне Союза Женщин России, куда мы планируем тоже выехать. Называется «Роль женсоветов и советов отцов в воспитании подрастающего поколения». Когда еще у нас был комитет по делам семьи и детства при президенте, я помню, в 2007 году мы проводили первый съезд отцов в Республике Саха-Якутия. Это как раз была инициатива Советов отцов. Они вот пришли к Алексею Егоровичу, Сергею Кучеву, и мы тоже хотим провести свой съезд. И вот буквально получается, через 10 лет, в апреле 2017 года, состоится уже второй съезд отцов. Будут участвовать наши члены Президиума Союза Женских Организаций, председатели женсоветов. И вообще роль отца в воспитании сына, вообще в воспитании подрастающего поколения очень велика. Если взять исторический мужчина, он же был добытчиком, он занимался физическим трудом, он строил, ходил на охоту. То на сегодняшний день немножко получается процесс урбанизации, потом новые современные технологии уже позволяют мужчине меньше физической нагрузки. И в связи с этим, может быть, даже наши мальчики, они не такие физически подготовлены, допустим, как раньше. И по инициативе Якутского регионального отделения Матери России, который возглавляет Прасковья Петровна, они тоже входят в наш союз женских организаций. Инициируем сейчас распоряжение, чтобы был день сына, день сыновей, и чтобы обратить как раз актуальность вот этой проблемы именно воспитания наших сыновей. Влияние Запада мне совершенно не нравится, когда там пропагандируют что-то вообще уму непостижимо, однополые браки и так далее. Но это прямо сейчас есть у нас в современном мире. Но мы, российское государство, испокон веков, где были традиции, особенно народ Саха, мы за традиционную, многодетную семью, и чтобы обязательно женщина, самая мудрая женщина, будет всегда возвышать своего мужа, отца своих детей. Мне очень нравится, когда сейчас наши молодые девушки, лидеры, они создали тоже свое крыло, и уже проехались практически по шести по каулусам, и собирают как раз клубы молодых мам, молодых девушек. У них такая хорошая программа, они учат своих подруг, как правильно готовить торты, следить со своим здоровьем, как правильно, чтобы питались их дети, как обращаться со своим мужем, чтобы он тоже хорошо к тебе относился. То есть это очень хорошо, что сегодня современные девушки уже воспитаны совсем по-другому, у них нету комплекса. И интересно, что смена уже идет поколений, им очень нравится быть многодетными матерями. Многие сидят дома и занимаются бизнесом. Сейчас в современном мире же через интернет можно зарабатывать деньги, вяжут, шьют, делают торты, продают. Я думаю, что это даже очень хорошо. Вот рано, что расчет количества многодетных семей в последние годы в республике. Какую помощь вы оказываете? Как поддерживаете многодетными семьями? Многодетными семьями мы работаем через наш союз, союз многодетных семей. Они проводят очень много работы, потому что сама Горохова Римма Даниловна, она является матерью-героиней. И как раз вот это общественное движение в поддержку многодетных семей в свое время начала она. Недавно к нам приезжала тоже с Намского Улуса наша подруга. Совсем молодая, 29 лет, у нее пятеро детей. И она говорит, мы с ней давали тоже интервью на НВК-радио, и она говорит, девочки, когда у вас, говорит, два ребенка, они все время, говорит, к вам, ну, как бы, лезут и к маме, и к папе, просят внимания. А когда, говорит, у вас пять детей, они, говорит, друг друга отвлекают. Так что, говорит, девушки, все рожайте и воспитывайте здоровых, крепких детишек. Условия созданы, государство. Материнский капитал, земельный участок. Я бы хотела отметить такие хорошие семьи. Мы работаем совместно с Министерством по делам молодежи, семейной политики. Проводится очень много конкурсов, проектов. Вот сельская семья. Мы каждый год выезжаем, вот, населенные пункты. В прошлом году мы ездили в НАМЦ. Конкурс семейных проектов. Вот, допустим, многодетная семья, и они сделали какой-то свой проект, допустим. Пусть это будет огородничество, или они сами строят, допустим, на селе. Вот была такая хорошая многодетная семья, молодая, делает свои коммуникации. Вот цептик, провод и так далее, да, благоустраивает свой дом и хотят, муж хочет тоже этим дальше заниматься и делать, ему нужен стартовый капитал, вот какие-то гранты. У нас сейчас как раз создано Министерство по развитию институтов гражданского общества, и сейчас вот по всем направлениям гранты аккумулированы в этом министерстве. Они очень много выезжают по УЛУСам, проводят семинары. Вот недавно тоже была большая встреча, семинар с некоммерческими организациями в Неренгринском районе, и вот они рассказывают. Все у них есть на сайте, но самое главное, чтобы участвовать в грантах, общественная организация некоммерческая должна быть зарегистрирована. Вот в этом и бывает проблема. Допустим, в нашей женсовете же многие не зарегистрированы, поэтому они гранты пишут через нас, или буквально вот сейчас Чуропчинский УЛУС и Хангаласский УЛУС уже вот проходят регистрацию и хотят участвовать в грантах. Ко мне обращается очень много женщин, многодетный, допустим, если в детский сад, чтобы устроиться, чтобы ребенка в общежитии взяли, допустим, в учебном заведении. Очень много вопросов мы решаем в такой своей каждодневной жизни. Просто это невидимая работа, но она сегодня есть. Конечно, сейчас очень много институтов, которые помогают, да, многодетным семьям, но мы, можно сказать, как бы ближе, ближе к народу. Наши женсоветы на местах постоянно работают, и вот мы проводили такую хорошую благотворительную акцию, когда 500 делегатов съезда женщин, все вот делегации, допустим, все по УЛУСам, да, 36 УЛУСов, помогали многодетным семьям. Уже свои что-то, может быть, дарили, покупали или чем-то помогали. И это осталось традицией. Сейчас у нас в УЛУСах, на местах как раз женсоветы, мы вместе с фондом будущих поколений, за что мы очень благодарны, да, Сергею Месникову, мы в прошлом году сделали более чем на миллион рублей подписку для многодетных семей на детские журналы, «Чуранчик, колокольчик» и газеты «Коскельюна севера». Я бы хотела еще отметить, у нас есть очень хорошие же многодетные семьи, приемные, да, и хотела бы в пользу случаем тоже поблагодарить Надежду Корякину, Надежду Афанасьевну. Она вот именно является их душой. Она прямо у себя дома проводит для них семинары, потому что она сама приемная семья. И вот, например, если семья хочет взять ребенка, она их лично приглашает, проводит семинары. В первые дни, как надо себя вести, как себя вести с ребенком, да. Она же тоже общественница, такая же, как и мы. Сама человек такой психолог, кандидат в педагогических наук и очень хорошо с этим справляется. Очень печально, что вообще есть семьи, асоциальные семьи. И какая работа с ними ведется, как вы их поддерживаете и кому они должны обратиться? По статистике у нас уже более 4 тысяч разводов на 8 тысяч браков. И за последний, вот за прошлый год, даже больше 400, это семей, где лишили родительские права. Конечно же, это статистика очень, можно сказать, серьезная, что надо задуматься. И в этом направлении работает государство. Это наша межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних. И, конечно же, помогает общественность. Вот на местах наши председатели, женсоветы, все являются членами вот этих межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних. Те разводы, которые, они, конечно же, не от хорошей жизни, это получается, мне кажется, в большинстве случаев, конечно же, от алкоголизма. И в этом плане надо нам очень усиленно, тоже всем обществом, работать по пропаганде здорового образа жизни. И у нас председатель женсовета намского УЛУСа, Любовь Михайловна Маркова, и даже она говорит, я не пропагандирую здоровый образ жизни, я пропагандирую трезвый образ жизни. И совместно с Климом Федоровым и с психологами, да, они проводят семинары с женщинами, которые оказались в трудной жизненной ситуации, семинары эффективные. У них, допустим, из пяти женщин, с которыми они активно вот работают, да, чтобы они избавились от алкоголизма, три возвращаются к нормальной жизни. Я считаю, что это очень хорошая статистика. Планируем тоже выехать в Северные УЛУСы, в Вилюйскую группу УЛУСов, как раз с нашими психологами, с женщинами, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это и о социальной семье. Ну, конечно же, с ними работают все, как бы, институты, да, которые обязаны с ними работать. Но я хочу сказать, что благодаря вот моему заместителю Союза женских организаций, Людмиле Ильясовне Вербицкой, уже более 15 лет работает наш центр, центр реабилитации женщин от алкогольной зависимости. После, значит, наркологии их реабилитируют в поселок Конголаса. И очень хорошая была вот наша главная врач, ее сейчас уже нету с нами, Наумова. И она очень хорошо вот эту работу всю поставила, и мы постоянно вот на связи с любым районом, с любым поселением. Женсовет нам звонит, говорит фамилия, имя, отчество женщины, которой надо помочь. Но нам, конечно же, нужны там все справки, и мы уже рекомендуем вот на реабилитацию. Постоянно же туда ездим, когда вот возраст женщин, там был совсем молодые женщины, которым 30-40, а то и 25 лет. Они говорят, мы именно работаем с таким контингентом, потому что, ну, который старше, их труднее перебороть. А вот молодых девушек, женщин, еще можно спасти. Психологическая помощь же играет очень важную роль, да, вообще, в любых случаях, в любых ситуациях. Допустим, кому они могут обратиться? В 2003 году, когда я еще работала заместителем министра по молодежной политике, тогда мы еще начали создавать Центры социально-психологической поддержки молодежи. И на сегодняшний день практически в большинстве улусов созданы Центры социально-психологической поддержки молодежи и семье. Специалисты работают на местах. По Республике работает телефон доверия, даже на уровне Российской Федерации работает телефон доверия, где каждая женщина, ребенок или мужчина могут позвонить и рассказать о своей проблеме. Сейчас будет очень хорошая вот такая вот программа, когда это все будет можно, они могут позвонить и сказать анонимно. А в какой семье вы воспитывались? Что вам передали родители? Какие традиции были в вашей семье? У меня отец с горного луса, мутах, а мама с минина-конголазского, нахара. И у меня старшая сестра и я. Как все советские дети, у нас было самое счастливое детство. Отец у меня в последние годы работал егерем, очень знаменитый охотник. Они вместе с его братом Андреев Иван Иванович, это почетный эколог России. Создали вот национальный парк «Горный», который сейчас все прекрасно знают. И очень красивая территория в парке. И когда мы были маленькими, мы всегда всей семьей туда ездили. Тогда не было ни дороги, ни света. Я помню, мы прямо жили в палатках. И сплавлялись по реке Синее, все лето рыбачили, сенокосили, собирали ягоды. У меня такие хорошие, яркие воспоминания как раз нашего детства. И родители привили, конечно же, любовь к природе. И вот благодаря тем, что мы ходили с папой постоянно по лесу, у отца же сына не было, и я была как мальчишка в детстве. И постоянно он учил меня стрелять, ловить рыбу. Я очень хорошо стреляю, ловлю рыбу. Мама наша, она как человек Советского Союза, я помню, всегда была занята тоже общественной деятельностью, может даже быть от нее. Она всю жизнь работала медицинской сестрой. И она всегда говорила, что я пошла в красный уголок или на профсоюзное собрание. Я помню, мы всегда сидели, ее ждали, когда она придет, там парад организует. И действительно, может, тоже схожа у нас с ней вот эта общественная деятельность. Наших детей мы воспитываем так же, как воспитывали наши родители, трудом, чтобы они любили трудиться с детства. Но дочка у нас совсем маленькая, она пошла в первый класс, сын в восьмом классе учится. И мы воспитываем их на собственном примере. Папа у нас предприниматель, с утра до вечера работает. Мама тем более очень занятый человек. И мы говорим, когда мы вернемся с работы, чтобы обязательно мы что-нибудь приготовили, была посуда убрана, дом. И полностью получается сейчас на старшем сыне. Они очень хорошо общаются с бабушкой, с дедушкой. И каждое лето они проводят в Хангаласском буси. И помогают смотреть огород. Тоже вместе с дедушкой рыбачат, что-то там мастерят. И очень любим мы путешествовать. Путешествовать по родной республике. Мы очень любим отдыхать на реке Амга, Синее. И наши дети постоянно вместе с нами. Я очень благодарна своему мужу, бабушкам, дедушке, что они постоянно общаются с моими детьми и создают такой хороший семейный уют. И благодаря им я сегодня востребована и работаю. И могу в полную силу заниматься общественной деятельностью. Ваша основная работа тоже связана с детьми. Как поступить, если ребенок вообще не хочет читать? Если дети работают на планшете, между собой не разговаривают, нет контактов с книгой, когда они сами читают, то действительно развитие отстает. Это уже научно доказано. Поэтому мы сегодня пропагандируем для современных родителей именно книжное чтение, именно журналы, чтобы наши читали. У нас очень есть хороший проект «Читающая мама, читающая семья». И как же нам, всем миром, совместными усилиями все-таки привить ребенку чтение? Ну, конечно же, самое главное — это семейное чтение. И у нас есть такой хороший проект, который называется «Волшебное время». Для каждого ребенка, наверное, воспоминания детства — это самые важные воспоминания. Чтобы каждый взрослый человек задумался, что есть такое волшебное время, когда его дети, внуки еще маленькие. И надо всего лишь перед сном или вечером 30 минут, полчаса прочитать сказку, стихотворение, пообщаться элементарно с ребенком, поиграть с ними в буквы. И этот ребенок запомнит на всю свою жизнь, что в детстве с ним родители, бабушки, дедушки играли. И как раз вот этот наш проект «Волшебное время» мы хотим, чтобы дошло до всех родителей, до всех семей. Анжелика Егоровна, спасибо за интересное интервью. Я желаю успехов вашей сложной, общественной и вообще работы в семье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok